Дмитрий Чуков 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 Удивительно, но факт Дмитрий Чуков Дмитрий Чуков Дмитрий Чуков Это, кстати, не он Тот самый легендарный путешественник и ученый, который на своих плотах и кораблях Контики, Ра и Тигрис преодолевал огромные морские расстояния, тем самым доказывая, что первобытный человек без всяких навигационных приборов мог перемещаться и колонизировать земные пространства. Так вот, когда он узнал, что в Гагустане здесь обнаружен вот такой вот наскальный рисунок, изображающий корабль, который по некоторым прикидкам мог вмещать до 40 человек, так вот он приезжал сюда, причем несколько раз. И на основании сходства вот этих кораблей и такого же рода лодок, которые были обнаружены на его родине, в Норвегии, там на скалах, он установил, что, может быть, далекие предки норвежцев прибыли туда, в Норвегию, отсюда, с Кавказа. Ничего себе расстояние, да? Нормально. Но тогда получается, какая штука, посмотрите-ка. Если наши, так сказать, цари пришли к нам оттуда со стороны викингов и зварят в греки, то получается, что все мы немножко азербайджанцы, да? А в довершение всего здесь открывается потрясающий вид на долину. А у меня к вам, Дима, знаете, вот какое предложение. Вот приезжайте сюда сами и исследуйте все, сколько хотите, потому что, как вы понимаете, за время сюжета все 6 тысяч рисунков показать вам было абсолютно невозможно. Только не оставляйте надписи типа «Здесь был Дима». Это, конечно, тоже наскальная живопись, но все-таки будем уважать память древнего человека. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok